Приветствую вас, прочитал ваш вопрос, прочитал точнее ваш текст, вот первое сообщение, которое вы написали, вот. Я не буду на самом деле читать дальше, потому что там у вас дальше просто идёт обсуждение, вот. Как правило, вот в первом сообщении, в первом тексте, основная проблема какая-то вырисовывается, вот. Я, соответственно, дам обратную связь на это. Значит, вы работаете дизайнером, вы рисуете картинки, вот. И хотите вы, значит, с одной стороны, работать на заказчика, рисуете картинки, и с другой стороны, вам, вы понимаете, что это стресс, что, в общем-то, достаточно много у вас энергии уходит на, так сказать, выполнение работы в таком ключе, вот. И проблема, соответственно, в том, что вы хотите понять, почему вы хотите работать на заказчика, вот. И, соответственно, что дальше делать, в каком направлении действовать, да. Смотрите. Ну, вообще, говоря, мне кажется, что здесь вот, если прям так слишком глубоко не копать, да, здесь можно выделить момент, такой вот фонарик. Фонарик. Ага, фонарик. Почему вы выбрали именно дизайнерство? Вообще. То есть, дизайнерство, это такое, такая, ну, творческая история. Да? Творческая. И, соответственно, если вы выбрали творческую историю, то, ну, как бы, творец, это человек, который сам двигается своим путем. Я могу понять, что вам нравится рисовать логотипы, но я также отдаю себя счет в том, что вы можете сами эти логотипы рисовать, и потом просто их продавать, выставляя их, как бы, ну, в списке своих работ. Вот. То есть, если вы именно творческий человек, если вы свое увлечение, свою работу используете именно как средство для реализации того вот творческого потенциала, который у вас есть, то это одно. В таком случае, мне, думаю, существует вопрос просто в том, что вы сомневаетесь в том, насколько вообще, вот, ценно то, что вы могли бы, ну, как бы, сотворить, да, ценно то, насколько, ну, то, что вы могли бы нарисовать. Вы в этом сомневаетесь. Здесь, как бы, вопрос уверенности в себе, возможно, самооценки. Вот. Если же вы занимаетесь дизайном просто как тем, что у вас лучше всего получается, то ваше желание работать на заказчике, оно, в принципе, понятное. Потому что если вам хочется, чтобы кто-то вас направлял и кто-то задавал какую-то вот, ну, какие-то рамки, какие-то границы того, что вы делаете, это нормально. И, в общем-то, так работают, в принципе, все люди без какой-то вот особой такой творческой составляющей. Вот. И в этом случае я бы сказал, что нужно работать больше со стрессоустойчивостью. То есть не с тем, чтобы понять, вот, почему вы хотите работать на заказчика, а именно со стрессоустойчивостью. А именно с тем, что вы не разграничиваете профессиональную сферу, да, и личную сферу. То есть вам почему-то кажется, что вот когда человек, как вы говорите, приятный, неприятный вас подгоняет, неприятный человек, а вы этого воспринимаете на свой счет. Вы нервничаете, вы переживаете, вы ссоритесь там с своим мужем, начинаете там переживать по поводу того, что что-то подобное. И так и так далее. И здесь речь идет о том, что вы не удовлетворены в плане ощущения собственной значимости. Вы не удовлетворены в плане того, что вы не чувствуете себя в полной мере значимо. И для вас вот очень важно выполнить заказ. Очень важно, чтобы заказчик был доволен, потому что у вас есть личностный характер. То есть работа имеет личностный характер. В большей степени система, она должна его иметь. И здесь получается просто в случае, если вы, как я уже сказал, используете дизайн просто как инструмент для заработка и для самореализации, то здесь можно говорить о том, что у вас этот инструмент в полной мере, несмотря на то, что вам нравится, возможно, то, что вы делаете, он вас не раскрывает. И нужно искать другие возможности для того, чтобы раскрывать. Нужно искать другие возможности, возможно, хобби какое-то, возможно, что-то еще, чтобы вы чувствовали себя более значимым, чтобы вы были более уверены в себе, чтобы не было такого, что каждый заказ у вас вызывал вот такую вот сверх мотивацию, которая вам мешает. Так же я хотел обратить ваше внимание на то, что есть некая размытость ответственности, когда вы говорите, что неприятный человек вас подталкивает. Но вы же здесь как бы перекладываете ответственность на человека, говорят, что вот он меня подталкивает, я начинаю нервничать или сама нервничаю из-за того, что есть дедлайн. Да? То есть вы вроде как соглашаетесь на какой-то заказ на определенное время, а потом сами переживаете, что не успеете. То есть у вас есть страх. Вот. И страх этот, он помимо того, что связан с какими-то определенными потребностями, которые вы в том числе пытаетесь удовлетворить через эту работу. Да? Вот. Это же за очередь связано с тем, что вы не берете на себя полностью ответственность за то, что вы делаете. То есть, если, например, существует заказ, существует время исполнения заказа, да? И человек вас подгоняет, то вас это никак не касается. Есть срок, вы к этому сроку делаете всё. То есть, как бы, что вас будет подгонять, ну, это как бы не ваша проблема, да? То есть, не умение разграничивать ответственность, помимо прочего. И, возможно, выбор таких заказов, которых вы комфортно для себя не сможете потянуть, тоже является проблемой личной ответственности. Потому что, ну, всё-таки мы говорим о творческой работе. И, соответственно, для творческой работы временные ограничения – это не та история, где можно раскрыть себя на максимум, да? Вот. Поэтому здесь вот такой момент. Мне видится проблема в этом в целом глобальном. Мне видится проблема вот в таком ключе. Ну, я могу ещё, как бы, высказать предположение, что, допустим, вот почему вы обращались к этим вопросом, с этим вопросом к друзьям, да? То есть, друзьям, вот вроде бы вы писали, а у родных вот тоже спрашивают, да? То есть, как бы, вот, есть такое ощущение, что вы в целом просто зависимы от мнения других людей. Ну, ну, это мнение для вас, оно всё-то значит, что в целом есть такое ощущение, а это всегда всё-таки про самооценку, про неуверенность в себе и про некую эстероидность, да? То есть, потребность во внимании. Вот. И да, проблема самореализации, она безусловно присутствует, но важно понять именно, что её образовывает. То есть, либо ваша деятельность в целом её образует, либо образует ваши отношения к деятельности. Опять же, вы говорите, что вот мы ругаемся с мужем, а вот я сейчас постараюсь найти этот момент, да, с мужем это вперёд ругаемся, вы пишите. Здесь, здесь тоже есть некоторая проблема, мне кажется, она является, ну, вот я не знаю как, но, наверное, она является всё-таки первостепенной по отношению к той проблеме, которую вы облицаете, потому что то, что вы ругаетесь с мужем, ведь, понимаете, это же модель вашего поведения, что вы с ним ругаетесь. И модель поведения, она была сформирована точно до того, как мы начали работать. И, соответственно, ругаетесь вы с мужем тоже с какой-то определённой выгодой. И муж почему-то с нами ругается, ну, что интересно. То есть, он не сглаживает углы, он не, как бы, он не предотвращает конфликт, он вступает с вами в конфликт. И это точно является, вот, как бы, показателем того, какого мужчину вы выбираете себе, мужья, да. Вот. То есть, как бы, проблема, она, как мне кажется, несколько глубже. Проблема, она в том, насколько вот вы чувствуете себя, да. То есть, к примеру, если вы личную, личной ответственностью своей пренебрегли, когда взяли заказ сложный. Там, не знаю, ради чего, ради денег, ради возможности поработать, ради, там, того, чтобы доказать, что вы можете, либо ради чего-то ещё. Вот. Вы пренебрегли личной ответственностью, вы поместили в себя некомфортные для себя все условия. Вот. То есть, не сказали нет, не защитили где-то свои интересы, то обязательно их защитите, ну, немножко в других условиях, немножко уже по-другому. И понятно, что по-другому здесь попадают разные. Вот. Поэтому, как бы, вот опять же здесь мы приходим к вопросу личной ответственности, понимаете. И к вопросу о том, насколько вы вот в контакте со своими эмоциями, да, со своими чувствами, со своими переживаниями и прочее, прочее, прочее. Вот. Я думаю так, я думаю так, и понятно, что вы не можете разобраться в своих мыслях, потому что это не мысли, а чувства. Ну, надо разобраться с чувствами. Вот, в принципе, такой ответ я могу вам дать. Значит, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Ну, и надеюсь, что ситуация разрешится. Пока. Пока.